Здравствуйте, дорогие друзья! 7 августа по всей России отмечается замечательный праздник День Маяка. В нашей библиотеке есть несколько книжек про маяки. Это маяки, помощники капитанов Алены Воснецовой. Роман Беляев написал интересную книгу «Как работает маяк». А также у нас есть художественная книга Макса Каплана и Льва Каплана «Свен. Храброе сердце» про мышку, которая жила на маяке и помогала своему хозяину. Поприглашаем вас в нашу библиотеку посмотреть эти замечательные книжки. А сегодня мы с вами порисуем маяки. Примерно такой рисуночек у нас с вами получится. Для мастер-класса нам потребуется сегодня бумажный скотч, салфетки, чтобы промакивать краски, водичка, сами краски акварельные и кисточки. Я использую кисточки номер 6 и номер 2. А также нам потребуется с вами акварельная бумага. Давайте мы с вами сделаем поменьше размер акварельной бумаги. сомкнем ее и порвем. Чтобы не запачкать края, мы приклеим нашу открыточку к столу. Для этого отступаем примерно 5 миллиметров от края и можно открывать. Приклеим сразу к столу. Отлично! Нам еще с вами понадобится карандаш и ластик. Сейчас мы с вами сделаем карандашный набросок. Мы разделим нашу открытку на три равные части. И вот одна треть проведем черточку. Это и будет опора для маяка. Начнем мы примерно отсюда, чтобы у нас здесь еще был флажочек. Нарисуем треугольничек. Сделаем набросочек, треугольничек. Потом сама комната, где располагается маяк. Само помещение, где располагается маяк. И наш маяк. Сделаем мы его где-нибудь примерно досюда. Такой полукруг. Сверху сделаем место, где можно будет любоваться красотами морскими. И начертим перила. Флажочек вниз будем нарисовать. Так, нарисовали. И нам нужно поделить. У нас маяк будет красным-белым. Поделим на четыре части. Нам нужно поделить на пять частей, не на четыре. Лишнее уберем. И в самой нижней части у нас будет располагаться вход в наш маяк. Сделаем его сбоку. И тут такие небольшие камешки. Нарисуем берег. Его сделаем неровным. Сделаем, нарисуем море и небо. И нарисуем две чайки, которые у нас тут летают. Вот так, чайки полетели. Нарисовали схематично. Сейчас наша задача убрать лишнее, чтобы при прорисовке не было видно у нашего карандашного наброска. Стираем, но не все. Так, чтобы мы примерно знали, где что находится. Все, нарисовали. Убрали лишнюю. Сейчас приступаем к заливке. Для этого нам понадобится водичка. и кисточка. Мы возьмем водичку. И сейчас зальем с вами небо. Начнем с неба. Мы заливаем водичкой. Сперва давайте зальем место, где маяк. Чтобы нам потом случайно не залезть у него. Маяк. Птички тоже не заливаем. И вот так. Аккуратненько проходим их. Если вам сложно этой кисточкой работать, вы можете взять номер 2. Она потоньше. Так. Вливаем. Много водички не лейте. Мало тоже не лейте. Вам нужно найти такую золотую середину. Пока я заливаю, у меня уже в каких-то местах высыхает. Так что тут надо работать так, оперативненько. Так, все. Эту часть я залила. Теперь возьмем синюю акварель. Это примерно вот такой цвет. И добавим туда немножечко серенького. чтобы небо чтобы небо у нас было потемнее. Вот такой у нас темный цвет получается. Так. И теперь мы с вами наносим такими движениями аккуратненькими на небо. Нам с вами нужно сделать верхнюю часть потемнее, а нижнюю посветлее. Видите, у меня уже где-то водичка высохла. Наши чайки. Вот так. Нам нужно сделать потемнее верхнюю часть. Где-то возьмем синий цвет. Серенький. Намешаем. У нас получается такой темный. И рисуем такими промакивающими движениями. Наносим пигмент. Здесь нарисовали. Можно оставить небольшие белые пятна, как у меня здесь будет такая воздушность в небе. Вот сделали небо. Знаете, что мы еще с вами сделаем? Вот здесь, ближе к горизонту, мы немножечко пигмент уберем. Для этого промочим кисточку, чтобы она была чистенькая, и салфеткой мы так вот прижмем и уберем тут лишнее, чтобы сделать такой плавный переход. Теперь мы с вами зальем море. Возьмем водичкой. Аккуратно проходим. Не касаемся. Оп-оп-оп-оп. Все. Сейчас будем заливать море. Делаем его таким, знаете, лазурненьким, да? Возьмем вот тоже есть у нас вот ультрамарель такой светлый. Вот такой цвет голубой есть у нас. И вот такой синий. Я думаю, мы возьмем с вами синий цвет. Его возьмем и вот так вот нанесем. Так. Возьмем еще ультрамарин. Голубенький. У кого-то может быть пару цветов будет или один. Вы можете также оставлять. Также можете оставлять белые пятна, чтобы казалось, что у вас там пена морская, пучина. Вот так нанесли. Осталось нам сделать берег. Мы также заливаем. Видите, у меня тут потекло, видите, да? Так, конечно, лучше не делать. Немножко нужно отделить было. Ничего страшного. Так, возьмем с вами охру золотистую, если у вас есть такие, видите, или оранжевый. И добавим туда и добавим туда сиену натуральную или значит, такой, знаете, оранжевый, оранжевый более к песку цвет и коричневый. И можно также его нанести. больше светлого добавим. Ничего страшного, если у вас что-то разлилось. Ну и ладно. Сделаем также белых пятен оставим такую воздушность. Вот так мы залили нашу картинку. Сейчас вы можете подождать, пока у вас подсохнет все, но я ждать не буду. Будем заливать дальше. Возьмем красный цвет. Вот такой возьмем. Красный цвет. Смотрите, сперва мы тоже знаете, что возьмем водичкой. Пройдемся здесь. заливаем нашу башенку. Много воды не лейте. Я тут налила много. Возьму сейчас высушу кисточку и промокну. Уберу лишнюю лаву. Возьму пигмент, который я приготовила. Красочку и вот приду по уголкам. Хочу вот здесь оставить такое беленькое пятнышко. Чтобы был такой объем. Видите, у меня потекло. Ничего страшного. Видите, я рисую неровно, не все сразу сильно заливаю. Оставляю такие небольшие пятнышки, чтобы выглядело это красиво. Теперь мы заливаем эту часть водичкой. залили, также взяли красный пигмент. Видите, нанесли, оно уже само расползается. Как красиво. Так оставим. дальше зайдем эту часть через получается. паучок разбегается без сторонам. Также оставляет такие небольшие пятнышки. И у нас последний тоже нужно залить. Мы его зальем у нас будет такой коричневый цвет основания нашего маяка. Так, дверь мы не заливаем. Возьмем цвет коричневый примерно такой. И так же как мы делали с наносим. У нас еще есть камни. Нам взять нужно будет что-то потемнее или побольше пигмента на кисточку нанести и нарисовать. Правда расползутся мышки. Возьмем туда немного темненького оттенка. вот так ставим. Теперь нам нужно нарисовать двери. может дождаться пока подсохнет или нарисовать только не касаясь стенок. Чтобы тихо-тишни было. Так, мы почти все нарисовали. Но самое главное теперь нужно залить самую верхнюю часть, где у нас горит огонь. Также мы наносим водичку. Но мы наносим ее так, чтобы она не касалась другого пигмента. Вот видите, я залезла. Сейчас промочу сухой кисточкой и уберу лишнее. Так, теперь возьмем желтенький цвет. Вот такой нанесу нанесу его. Нанесу красивенько. И надо взять у меня такого оранжевого цвета. мы сейчас ее в середину сюда завьем. Она расползется также очень симпатично. Так вот у нас получилось. Ой, мы забыли про флажок, но нужно еще флажок закрасить. и добавим туда менты. Она красиво так кладет. Расползется. Также видите, я серединку не трогаю. Оставила такое белое пятнышко. У нас еще остались с вами чайки. Наша задача крылышки у наших чая подрисовать. Для этого возьмем терный цвет и нарисуем крылышки. Подрисуем. Так, одно рисовали. Второе. так. Ну что, у нас немножко подсохло. Нам нужно нарисовать двери. Возьмем потемнее оттеночек. Можно даже черный такой взять и нарисовать палочки двери. Давайте еще нарисуем окошечки. черным цветом можем нарисовать. Но не сильно. Не рисуйте, чтобы у вас были прямые такие линии. Делайте отрывистое. Очень симпатично выглядит. Видите, у нас расползлось все. Но это даже симпатично, как будто свет мигает маяку. Говорит, приходи в гости. Ну что, ждем, пока это высохнет у нас. И потом с вами обведем контур. Так, у нас теперь осталось только дорисовать линером или черной гелевой ручкой. Мы возьмем аккуратненько штришочками будем рисовать. Для этого не просто линию проводите, а оставляйте такое пространство. Тут сейчас мы нарисуем. Такое, чтобы был момент для воображения нужно полностью дорисовывать. камни вот эти нарисовать. Можно камни вот эти нарисовать. как будто чай красивый нарисую. Вот они полетели вдаль красотки. ножом нарисуем. Ну и все в принципе. Теперь мы снимем. Снимаем скотч. И вот такая открытка у нас с вами получается. рисуйте вместе с нами, присылайте ваши работы к нам в группу ВКонтакте в сообщениях. Мы будем очень рады. Приходите к нам в гости в библиотеку. До свидания.